Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире железный фактор, передача о бодибилдинге, фитнесе и как сегодня по хорошей традиции выяснится и о пауэрлифтинге. В студии у нас в гостях Владимир Кравцов, наш прославленный чемпион по пауэрлифтингу, парень, который первый в России пожал 300 килограммов, буквально за несколько секунд до передачи мы об этом вспоминали, призер Арнольд Классик, член команды Трек Нутришн и разумеется тот самый человек, с которым мы в составе команды и дядя Цыпленков, и Кравцов, и ваш покорный слуга, проколесили всю Германию, съездили на Фиба, показали себя и посмотрели как живут буржуы. Поприветствую гостей Володь! Здравствуйте! Дядя Вова это тот человек уже наверное который олицетворяет собой пауэрлифтинг настоящего времени, потому что вот я не знаю с чем связана твоя популярность, с тем что ты больше всех жмешь или же ты умеешь общаться с людьми, поэтому к тебе как-то тянутся. Наверное я делаю и то и то очень давно и искренне, скорее всего. Володь, но прежде чем перейти к теме нашей сегодняшней передачи, это разумеется Фиба, да Фиба, наша поездка в Польшу, я сразу скажу, что было безумно интересно, потому что нас возила компания Leron, которая является основным партнером, так скажем, компании Трек Нутришн в России и является спонсором Фиба. Вот благодаря этой компании нас пригласили в Германию, мы посетили все достопримечательности этой грандиозной выставки и более того побывали на заводе Трека, чтобы посмотреть как производится спортивное питание в Европе, насладиться всеми этими техническими процедурами, но об этом позже. Давай, Володь, немножко более детально поговорим о том, собственно, как ты пришел к этому великому имени дяди Вова, потому что именно так тебя знают, даже не Кравцов, а дяди Вову знают все, даже маленькие там мальчишки, которые по Фейсбуку, зная по Вконтакте тебе достают вопросами, как пожать 300. Я всегда стараюсь избегать этой темы, потому что когда начинаем вспоминать то время, когда прилипло, это дядя Вова ко мне, есть два человека, которые претендуют на роль того, на роль первого. Это Эдгард Запашный и Сергей Бадюк. Сергей Бадюк всегда говорит, что это он меня первым так начал называть. Эдгард Запашный говорит, что это он. Я не знаю, боюсь даже принять чью-то сторону. Я все-таки держался Бадюка, потому что он более бородатый. В общем, это было давно, когда еще был молодой и неизвестный. Уже называли дядей. Почему, не знаю. Ты был когда-то молодым и неизвестным, и, наверное, столько не жал. Когда ты пришел в спортивный зал, какие у тебя были показатели, результаты и вообще как ты освоился? Тебе не было страшно, что вот эти большие мужики ходят? Нет, в спортивный зал я пришел вообще подростком. Я занимался классической борьбой и со штангами познакомился еще в подростковом возрасте. А вообще серьезно спортом начал заниматься уже, когда исполнилось 29 лет. До этого все время ходил в зал три-четыре раза в неделю, как и все, не помышляя о каких-то спортивных серьезных регалиях. А вот в 29 лет что-то в голове переключилось. Я отлично помню этот момент. Я прочитал в журнале в одном интервью московского жимовика, где его результат в 250 килограмм назвали фантастическим. А я никуда не выезжая, не выступая ни на каких соревнованиях, в зале показывал такой результат. И что-то вот в то, помню, тогда переключилось что-то в голове и решил заняться пауэрлифтингом, жимом штанги лежа. Профессионально, серьезно. И понеслась. Да, причем сразу. Буквально первые соревнования в моем родном Саратове были уже, я бы даже сказал, шоком для людей. Ну, я действительно помню, когда еще была очень популярна федерация IPF, да, тогда 250 килограммов, и в принципе и сегодня очень круто, но тогда это был феноменальный результат. Ну, а как ты перешагнул этот моральный рубеж, потому что люди никогда не предполагали, что можно жать там 220, потом 250. А у меня не было никаких моральных рубежей, потому что я жил в провинции, ну, хотя Саратов, какая провинция, это серьезный большой город. Ну, я жил вдали от всех, у меня не было интернета, по телевидению пауэрлифтинг никогда не показывали, у меня не было никаких рубежей. Ты не знал, чего боялся? Да, я жал 250 килограмм в своем зале, и все, ну, много, да, но мы знаем, что Кравцов жмет немного, вот и все. А когда приехал на соревнования, у всех такие глаза, вот у них были рубежи, у меня рубежа не было. Для меня это было, естественно, много, но естественно, и психологически ничуть не трудно. Может быть, это даже скорее всего черта характера, потому что впоследствии, во время всей своей карьеры длительной, я 15 лет уже выступаю, для меня нет каких-то психологических рубежей или границ. Даже сейчас, когда мой безэкипировочный рекорд составляет 310 килограммов, я с оптимизмом смотрю в будущее, для меня цифры 315, 320, 325 не кажутся какими-то космическими, невероятными, недостижимыми. Все-таки то, что границ я себе не ставлю, границ нет в голове, наверное, это черта характера. Ну, скажи, пожалуйста, начав выступать в 29 лет и выступав в 15, то есть несложно сложить и понять, что ты уже далеко не юниор. Вот, может быть... Где-то я с цифрами собрал, кстати. Вот я и смотрю, но все равно, по меркам спорта большого, ты уже далеко и перешел границу среднего возраста. Ну, зачем ты мне это напоминаешь? Ты специально хочешь границы поставить. Нет, я хочу понять, как ты при своих рекордах сохранил свое здоровье и молодость, потому что я смотрю на некоторых ребят, вот новых появляются здоровые парни по 200 килограмм, но они уже глубоко больные. Роман, это... Да-да-да, правильно. Это больная тема. То, что сейчас творится в спорте, вот в моем любимом пауэрлифтинге, жиме-леже, это какая-то химическая война, но мне не нравится. Люди для достижения результатов ничем не гнушаются. И о здоровье думают в последнюю очередь. Я всегда здоровье ставил в первую очередь. У меня на первом месте здоровье. Просто дело в приоритетах. Мой приоритет – это здоровье. Результат уже во втором. Наверное, наверное, поэтому и столько лет выступаю, не было ни одной травмы. Ни одной травмы. Ничего не рвалось, ничего не ломалось. Я думаю, что мы потом постучим по деревяшечке. Пускай стучат суеверные люди и слабые. Мы стучать не будем. Хорошо. Потому что мы сильные. Я, может быть, достаточно обывательски подойду к этому вопросу, но зачастую в разговоре с пролифтерами ты понимаешь, что вот есть признанная федерация IPF, где есть стандарты маек, бинтов, экипировки на выступлениях. Есть определенные углы, под которыми судят судьи. И пересел, и не досел. В других федерациях можно установить рекорд достаточно просто. Ну да, у тебя рука там подкатилась. Ну да, ты оторвал там ножку. Ну да, ты не дожал. Тебе посчитали. Вот нет такой обиды, что… Ну понятно, у тебя, да, ситуация. Ты без майки жмешь. То есть там уже ни к чему не придраться. Но когда ты жал в майке, когда ты наблюдаешь за всеми этими выступлениями, нет обиды за новые рекорды, новых чемпионов? Нет. Нет. И вообще детство и юность мои прошли при Советском Союзе. И люди моего поколения, они прекрасно знают, что бывает, когда есть одно направление, одна партия и одно вот правильное решение. Это не всегда или даже очень часто это нехорошо. И вот это богатство альтернатив, разнообразие альтернативных так называемых организаций, они подстегивают ту же, в скобках, официальную. Тогда перейдем к более мудрым вопросам, но все-таки от молодежи. Говорят, глядя на тебя в межсезонье и в соревновательный этап, что это два разных человека. Неужели это дядя Вова, который стал в два раза меньше себя? Это генетическая такая штука, что ты можешь увеличиваться, как Кевин Леврон, да, с 70 до 130? Ну, я специально это делаю. Какой смысл на себе носить 140 килограмм гликолитических мышечных волокон, которые там после пяти минут ходьбы вырабатывают столько, такое количество продуктов распада, что нужно после пяти минут ходьбы вставать, дышать, отдыхать. Ну, зачем? Зачем мне в жизни такая масса? Я там, когда был подростком, да, мне хотелось быть большим, мне хотелось, чтобы на улице все смотрели. Это тоже уже пережил все. Когда выступаем на соревнованиях, массу нужно большую растить. Там, чем больше мышечной массы, тем больше ты способен пожать. Но когда соревнования закончились и впереди полгода или там, может быть, еще больше, ну, зачем мне это лишнее носить? Я специально худею для того, чтобы жизнь не проходила мимо. Мы с тобой об этом уже за пределами эфира говорили, вот об отношении смежных видов спорта бодибилдинга и пауэрлифтинга. Ты рассказал интересную историю про то, как у тебя был опыт в сушке бодибилдинга. Я хотел бы, чтобы ты тоже еще разок уже для наших зрителей. Да, когда я вспоминаю, когда я вспоминаю, мурашки бегут по телу. Изначально ты был настроен против культуристов. Ну, так смешно. Да, и я все время, ну, не упускал моменты постебаться над культуризмом, над всеми этими сушками, над всеми этими закачками, прокачками. В свое время мне понадобилось сбросить вес. Сбросить не просто вес, а уменьшить жировую прослойку. Я готовился побить мировой рекорд всех времен Федерации весовой категории до 125 килограммов. И в течение нескольких месяцев я убирал жировую прослойку, старался максимально сохранить мышечную массу. В общем, на языке культуризма сушился. После этого, конечно, проникся уважением ко всему культуристическому этому братству. Ребята, это так сложно. Это нужно таким быть фанатиком, чтобы готовиться и выступать на соревнованиях по культуризму. Зауважал. Когда сам прошел все эти круги ада, зауважал. И очень тяжелый спорт. Культуризм очень экстремальный. В пауэрлифтинге гораздо легче. Поэтому сейчас, когда разговор идет о культуризме, только уважение, почет и уважение. Ребята молодцы. Но не для меня этот спорт. Не для меня. После того, как я установил мировой all-time рекорд весовой категории до 125, я сразу стал наедать, перешел в другую категорию. Нет. Чтобы еще раз сушиться, чтобы еще раз все эти круги ада проходить. Но рекорд еще стоит твой? Рекорд, по-моему, побили уже. Я не могу точно сказать. В таблице рекордов на американском сайте PowerLacingWatch еще моя фамилия стоит. Но я видео видел с американского турнира. Американец... Пожалуй, больше. Но у нас еще есть порох в пороховницах. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Рекорды будут? Обязательно. Рекорды будут? Обязательно. И не буду я стучать по дереву, не буду сплевывать. Пусть это делают слабый и суеверный. Рекорды будут. Я думаю, что мы отлично представили дядю Вову для тех, кто, может быть, только включил нашу передачу или не знал всех деталей о его творческом спортивном пути. Давай перейдем к нашей поездке в составе команды TrackNotrition на ФИБО. Вот были мы уже на ФИБО, смотрели, относились к этому выставке очень скептически. Потому что это скучно, это неинтересно, это европейская дыра, в которой нечего делать по сравнению, естественно, с Олимпией и Арн-Классик. Но в этот раз ФИБО для нас заиграла какими-то новыми красками, как мне кажется. Это гигантская выставка, которая, ну, мне кажется, что затмевает в разы даже Арн-Классик. Столько павильонов. Мы к своему павильону шли порядка 15 минут. Просто пешком, чтобы дойти до двери. И потом все... Люди, как килька в банке. Все два дня провели в этом одном павильоне два дня. И не обошли, я думаю, его весь. И таких павильонов штук 10. Больше? Да. И причем ФИБО Пауэр, которую мы в России называем ФИБО, это лишь маленькая часть большой выставки фитнес и аэробической индустрии красоты. Ну, это мое впечатление. Твое впечатление от очередной поездки. Я знаю, что ты уже не первый раз был в Германии на ФИБО. Как это все меняется? И что ты почувствовал, когда впервые приехал на ФИБО? Когда приехал я впервые на ФИБО в прошлом году. Размах. Первое, что мне в голову пришло, слово размах. Невероятное событие в мире спорта и фитнеса вообще в спортивном мире. Невероятное количество звезд, силовых видов спорта. Если сравнивать с Арнольд Классик, ну, все те же люди и там. Первые номера пауэрлифтинга, бодибилдинга, фитнеса, всего что угодно. Первые номера все там. Никто. Арнольда Шварценегера там только не было. Все. А из спортсменов были все. Были все. Но ты выступал, ты побился у главного соперника? Да, удалось. В 2013 году на ФИБО принципиальная встреча была с моим основным соперником из Венгрии. Лазовым Межарошем. И, да, выиграл. Приятно вспомнить. 310 килограмм. Или чуть-чуть меньше. Нет, там было поменьше. Там была тактическая борьба с Лазовым Межарошем. Вот чем мне не нравится, когда встречаешься на соревнованиях с сильным соперником, то там из-за тактической борьбы ты всегда показываешь результат хуже, чем можешь показать на самом деле. Но в тот год, в 2013 прошлое, он был для меня счастливым. Мне удалось и рекорд установить 310, и через две недели и у Лазова Межароша выиграть, у моего основного соперника. Так получилось удачно. Но Лазовый по сей день для тебя основной соперник или есть кто-то еще новый? В нашей категории 140 килограммов Лазовый Межарош и я два человека в мире. А остальные не дотягивают прилично. Остальные не дотягивают прилично. Но в этом году вы на ФИБе решили не рубиться, а просто отдохнуть, походить, продавать автографы. Да, Лазовый Межарош выступал, он опять выиграл. Когда он ко мне подошел, спросил, буду ли я выступать. Я сказал нет. У него, конечно, улыбка душей была. Володь, но ты стоял на стенде вместе с нашим другом Денисом Цыпленковым, который, к сожалению, сегодня с нами вместе быть не смог, но он еще придет в эту студию. Мне не очень нравится всегда рядом с Денисом стоять, с ним стоишь как с девятиэтажкой. Тебя никто не замечает. Когда я один без него, меня узнают, просят сфотографироваться, берут автографы. Но когда рядом Денис, то меня не видят вообще. Что этот юноша рядом с Халковым. Да, да, да. Но это шутка. На самом деле мы с Денисом дружим, я к нему очень хорошо отношусь. Он невероятный человек, невероятной генетики, невероятной доброты. Очень харизматичный. И мы тоже с ним второй год уже на ФИБО приезжаем. Работаете на треке? Да, 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 да. Мы входим в команду трек-нутришн. Еще несколько лет назад я даже не мог представить, что у нас в России будут такие разговоры. А у тебя есть контракт? Спортсмен какой-то говорит, да нет, у меня тоже. Я сейчас думаю с журналом подписаться, с производителем спортивного питания. Мы и так смеялись с этим всем. Говорят, ну разговор был примерно такой. Ну что ты там, бандиты тебе деньги на подготовку дают? Дают, ну значит будешь выступать. И сейчас ситуация поменяла, все цивилизованно, все здорово, красиво. Вот считаешь ли ты, что наша Россия, вот с появлением твоих спонсоров, тех людей, которые нас на ФИБО возят, приглашают, становится какая-то более цивилизованной вся эта наша российская фитнес-индустрия? Становится, становится более цивилизованной. И рынок, в частности, спортивного питания, он уже развивается на глазах. И вот эти контракты, которые сначала как бы в кавычках были контракты, то сейчас уже и деньги спортсмена платят, и возят их на соревнования, и еще какие-то дополнительные бонусы, и одежда, и все что угодно. И у нас с каждым годом ситуация меняется, с каждым годом. То, что было два года назад и сейчас, две большие разницы. Ну, я думаю, это все связано с неким пиком популярности. Здорового образа жизни, спорта, люди интересуются спортом, здоровым образом жизни, и в частности, пищевыми добавками. Все это звенья одной цепи. Люди покупают больше спортивного питания, у продавцов спортивного питания появляются деньги, и они спонсируют спортсменов. И показывают спортсменов. Спортсменов. Спортсмены больше появляются в СМИ, и люди больше на них смотрят, и больше интересуются. Вот такая, да-да-да, цепочка такая, замкнутая. Знаешь, я посмотрел и на ваш стенд, и на соседние стенды, и я пришел к выводу, что, в общем-то, самый звездный состав, из такой силовой темы, из пауэрлистинга, армрестлинга был, это российский состав, это ты и цепленков, потому что иностранцы, но единственное, что кого привели, это Пудзиновского. Стояли фитнес-ребята, какие-то девочки, непонятные, ну, из фитнеса, аэробики. Получается, что у немцев, у европейцев есть индустрия, есть деньги, есть технологии, а у нас есть спортсмены, на которые ходят раскрыв рот. Если говорить об армрестлинге и пауэрлифтинге, раз уж зашел разговор о Денисе и обо мне, я думаю, я уверен, что пауэрлифтинг и армрестлинг в России, в Украине, в Белоруссии, в СНГ, Если брать соотношение популярности пауэрлифтинга, армрестлинга и, например, бодибилдинга, то на Западе бодибилдинг значительно опережает по популярности. А у нас еще неизвестно. У нас проходят соревнования в России, где участвуют по тысяче пауэрлифтеров. В мире нигде нет такого. И, скорее всего, как мне думается, это связано с менталитетом русским. У нас всегда все-таки сила ценилась. Поэтому и популярность пауэрлифтеров, армрестлеров в России догоняет или, может, даже превышает тех же бодибилдинга. Я видел, как ребята немцы и иммигранты российские вас атаковали, крутились, автографы брали. И я был горд за наших спортсменов, которые стали уже приезжать и на ФИБО и получать такую порцию иностранного зрительского внимания. Мне кажется, это приятно. Вот такой звездности не создается у вас, Владимир, после всего? Ну, иногда можно же над землей попарить пару-тройку дней. До цыплеснов сегодня вообще не приехал. Он сказал, мы слишком мелкие для него. Ну, приятно. Выставка длилась три дня. Конечно, люди подходят, фотографируются, спрашивают. И это приятно. Почему бы и не получить удовольствие от этого? Ощущение звездности создается. Ощущение значимости создается, да. Но оно же не на пустом месте. Сколько мы трудились, и Денис, и я, можно сказать, всю свою жизнь. Не покладая рук, не покладая штанг. Ну, вот те грандиозные дни, которые мы, конечно, провели на этой выставке, безумные интересные. Мы сделали кучу интервью, которые обязательно еще покажем. Это интервью и с Катлером, и с вами, и пресловутая драка Цыпленкова с американским бодибилдером, которая состоялась на сцене, когда бодибилдер пытался что-то там Дениса завалить и получил лоб. Это мы все обязательно еще будем показывать. Но давай, наверное, сейчас уже перейдем к нашей поездке по Польше, потому что, в общем-то, нас пригласила эта компания, и мы посмотрели, как живет польская система производства вот этих вот биодобавок. Потому что лично я никогда в жизни не видел, как это все создается. Мы только кушали шоколадки, протеины и креатины, но как это делается, для нас было интересно. Делается это все в небольшом городке польском, рядом с терминалом перевозок, да, вот этих вот водных, как я понимаю. Не создается впечатление грандиозного какого-то суперпроизводства, да. Небольшая компания, в которой работают люди с утра до трех часов дня, чистенько, огромные склады, заполненные питанием, стоят стенды. Нашему человеку не понять, как можно работать до трех дней. И успевать все. Да, разница в том, что в России привыкли сидеть на работе с восьми до шести, а там работают. Там, если работают, можно и до трех дня работать. Одно дело на работе находиться, и другое дело там работать. У нас бы на заводе работал бы бычок 500, да, половина из них курила бы, потом они менялись бы, и склады стояли бы пустые. Здесь совершенно все наоборот. В небольшой состав сотрудников, но которые заполняют склады во все точки мира. Уезжают и в Россию, Бразилию, Германию, Арабские Эмираты, Польша. 46 стран. К чему я это говорю? Потому что у нас есть свои российские производители. Но я никогда... Польша от России, как мне кажется, не сильно отличается в плане стоимости жизни. Но почему у нас при нашем восьмичасовом рабочем не создаются подобные конкурентоспособные организации, которые могли бы импортировать не только в Беларусь, Казахстан и Украину, но еще и хоть куда-то. Мне трудно об этом говорить объективно, потому что тема абсолютно не моя. Я никогда не занимался продажами. Я спортсмен, я потребитель. Я кушаю, я оцениваю, я выбираю. Впечатление создается от мелочей. Например, если мы берем всю обширную линейку производителей спортивного питания. У этих шейкеры протекают. У этих на наклейках в инструкции ошибки. Чуть ли не через Google переводчик переводили. У этих крышки завернуты не совсем герметично, не совсем ровно. И у четвертых одежда фирменная низкого качества, которую постираешь, она либо сядет, либо краска слезет. Ну, что, казалось бы, может говорить о фирме, о продукте питания, фирменной их одежды? Что может говорить? Ну, ты смотришь, она качественная. Ты смотришь, там, шейкеры качественные. Ты смотришь, наклейки качественные. Банки без проворотов, крышки и все остальное. У тебя и так же люди. То же самое. Они никогда не опаздывают. Они всегда исполняют то, что обещали. И т.д. и т.п. перечислять. И вот из этого всего складывается впечатление. И потом, когда ты кушаешь продукт, и он соответствует твоим желаниям, твоим стремлениям, то, ну, как бы, все сошлось. Кубик, Кубик, Шахада, все это сошлось. Володь, ну, уже наша передача подходит к концу. И я хотел бы такие несколько вопросов тебе задать, которые бы завершили наш сегодняшний диалог. Я думаю, что мы еще будем многократно встречаться. Денис Цыпленков, который победил буквально вчера на левую руку в чемпионате А1, на правую он стал вторым, выиграл опять. Денис лучший. Все, что только мог. Однозначно. Денис Цыпленков. Он к нам, может быть, присоединится, потому что сейчас он улетел отдыхать, и по объективным причинам не может быть в студии. И мы продолжим эту интересную тему ФИБО, которую мы еще далеко не раскрыли. Но я думаю, что меня твои фанаты не просят, если я не спрошу, когда ты снова наберешь 150 кг и снова будешь сжать 380 кг. Я очень хотел поставить рекорд, олд-тайм рекорд мировой, рекорд всех времен Федерации. Я его поставил. Затем у меня была цель встретиться с основным соперником, со своим Лазлом Ижарышем. Мы 4 года ходили вокруг да около. Он выступает в Ростове, я выступаю в Москве. Я выступаю в Саратове, он выступает в Венгрии. Никак не могли с ним сойтись. И, наконец, в Германии на нейтральной территории сошлись, я у него выиграл. И после этого, ну, я хочу выступать, но мне нужно что-то такое... Какая-то идея. Да, какой-то турнир, какой-то соперник, который будет меня злить, который будет меня вдохновлять. И сейчас вот жду. Я знаю, что подрастает уже молодой соперник один. Молодежи много в моей категории, наверное, подрастают, но мы их еще не знаем. Если говорить об абсолютной категории, если говорить о результате по коэффициенту, да, есть люди. И, ну, наверное, будем нацеливаться на них. Наверное, будем нацеливаться на них, скажем это, в нашей программе. Потеряет пусть человек покой и сон. Я за ним слежу. Володь, ну, спасибо тебе огромное, что ты приехал. Спасибо, что пригласили. Большая честь. И будем всегда тебя видеть в нашей студии. Желаем дальнейших тебе побед. Спасибо. А наша передача, к сожалению, подошла к концу. Я думаю, что вы получили такое же удовольствие, как я. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин